Вот такое вот информационное вторжение во влог с 15 марта. В общем, немножечко расскажу, что происходит сейчас. Очень переживаю, что YouTube могут как-то ограничить, и я вообще не смогу выставлять влоги, видео. Поэтому я ищу какие-то запасные варианты, чтобы такого не произошло, и вас всех мне не растерять. Поэтому сначала я попробовала Rutube. В общем-то, мне не понравился функционал этого приложения, мне не понравилось то, что там постоянно вылетает всё. И самое, что больше всего мне не понравилось, к функционалу можно ещё привыкнуть, но смысл к нему привыкать, если у меня не получается выставить видео. То есть там точно так же, как и на YouTube, все такие же подпунктики нужно сделать, чтобы его выложить, но у меня просто-напросто этого не получается. Я не знаю почему. Я уже пробовала с телефона выставить видео, я уже пробовала с компьютера, я точно всё делаю так, но у меня не выкладывается видос. Поэтому смысла нету мне на него оставлять ссылку. Да, у меня есть там аккаунт, но просто-напросто он будет пустой. Не знаю, возможно, в будущем его разработают, и у меня получится это сделать, а возможно нет. Второе, что я попробовала, и сейчас там уже есть видео и есть публикация, это Яндекс.Дзен. В общем-то, это, наверное, пока единственная площадка, которая есть у меня и будет считаться прям запасной-запасной. На тот случай, если вдруг я не смогу выставлять на YouTube видео, то туда я буду выставлять новые влоги, новые видосы, и будет всё то же самое, что и сейчас на YouTube. Поэтому я в описании оставлю ссылочку. Здесь я напишу, как я там записана. Переходите, подписывайтесь, чтобы нам с вами не потеряться на всякий случай. Туда я буду дублировать видео с YouTube, пока всё хорошо. А если вдруг что-то пойдёт не так, тфу-тфу-тфу, то там будет основной канал, так скажем. Итого пока всё не станет хорошо. Так же я хотела узнать, посоветоваться с вами. Уже многие мне писали по поводу того, чтобы я создала телеграм-канал. Напишите по максимуму, все, кто смотрит этот влог, стоит ли мне это делать. Потому что, не знаю, я особо в телеграме никогда не сидела. Я в телеграме даже ни с кем не переписываюсь. То есть, оно у меня как бы есть, потому что там сохраняют тупо стикеры для влогов, для инстаграма. А так просто я никогда ничего такого подобного не вела, как в телеграме для большого количества людей, типа переписка. Ну, в общем, это очень странно для меня. Но если большинство отзыва хочет, то почему бы и нет, почему бы не создать? Это будет самый резервный аккаунт в телеграме, который точно будет работать. И точно мы всегда сможем с вами связаться. Вот, поэтому, наверное, его стоит создать. Но я хочу посчитать ваши комментарии насчет этого. Смотрите, просто как стало намного больше места, когда я спрала кровать. Теперь можно ходить и не проходить вот тут вот через такую тоненькую полосочку, потому что он прям вот так вот, да. Я была к Насте, наверное, уже где-то час назад. И просто сидели, воспоминания свои вспоминали, когда вместе маленькие были. Мы давно очень общаемся с ней. Сейчас давно купаться, поэтому я вам докладываю, что я, как я, где я. Когда я заходила к Насте, я немножечко офигела, потому что как будто пошла в другой дом. Вообще вот в другом пространстве нахожусь. Сейчас вам покажу, почему. Я знаю, что такая и на окне висит что-то непонятное, что-то типа леда ковра. Вот, и очень темно в комнате. Да, мы носочек проведем. Вот так. Всем привет, у меня игра на время. Простите, сейчас я на паузу поставлю. Всем привет, я проснулся недавно, два часа назад. Короче, мы с Настюхой придумали, что она мне сейчас будет задавать вопросы. У нас будет интервью. Короче, в интернете на первом сайте найду вопросы и буду меня спрашивать. А давай потом я, тебе. Окей. Давай ты мне четыре вопроса, и я тебе четыре вопроса. Давай. Короче, мы заказали Ролана с Юрием. А там такая фигня, если ты, короче, у тебя день рождения, там 300 баллов, а они превращаются в рубли. И вот, получается, сет стоил 1000 рублей, а мы 300 рублей. Поставили, что у нас сегодня день рождения, и поэтому у нас получился заказ на 700 рублей. Сейчас они скоро приедут, через час с чем-то там. Вот, и мы будем кушать вкусненько. Нашли место, куда можно поставить камеру. Да. Только громче тогда говоришь, тогда уполз. Хорошо, буду говорить громче, чтобы наверняка. Первый вопрос, который мне понравился... Так, нормальный вопрос, ладно. Что тебе думают бабки у подъезда? Бабки у подъезда меня ненавидят. У нас есть такая бабушка, которая с самого моего детства на меня вякала, то, что я бегаю, шумлю. А, в принципе, бабки у вас, знаешь, у подъезда, они всегда сидят летом особенно. И вот дети катаются там на своих вот этих самокатах, скейтбордах. И они постоянно нервничают, кричат, типа, вот, вы не в своем дворе, ошибетесь, вы что тут пришли? Даже если мы в своем дворе, они все равно вот так будут говорить. У меня папа с ними постоянно ругался, то, что, типа, вы что, с ума сошли? Что ты хочешь сделать, но стесняешься? Стесняюсь, что я хочу сделать. Хочу сделать статуировку, но я не стесняюсь, просто хочу. Все. Думаю, пойдет. Ладно, допустим. Я считаю, можно принять такое ответ. Тоже так считаю. Какое твое лучшее и твое худшее качество? Мое лучшее и худшее. Да. Наверное, это к себе больше вопросов. Я не могу сама себя анализировать, знаете. Ну, давай попробуем. Мое как и лучшее, так и не лучшее качество, это то, что я очень быстро... Вот, извиня, об этом не говорила. То, что я очень быстро могу забывать какие-то плохие моменты. То есть, если что-то случилось, я такое ощущение, что беру эту мысль в своей голове и прячу в самую дальнюю полочку в мозгу. Но также плохое качество, оно с этим же связано. То, что я могу также забывать какие-то хорошие моменты. Лучше сделать извиниться, чем спросить и получить отказ. Ты пытаешься понять, что тебе хотят. Смотри, лучше ты сделаешь и извинишься, либо спросишь и получишь отказ. Лучше сделаю и извинись. А мне иногда, на самом деле, очень стыдно что-то спрашивать, потому что я боюсь, что он не скажет, иди в жопу, типа... Ну, откажет. Не, я всегда могу спросить. Давай, теперь... А можно мне этого телефона? Ну, да. Ну, только выберу сейчас. Только там некоторые вопросы такие. Вот, я нашла хороший вопрос. Мухи летают, не странно, лета еще нет. Что? Что от меня скрываешь прямо сейчас? Я могу сказать, что я от них скрываю прямо сейчас. Бардак, находящийся вокруг камеры. Там, короче, когда ты включала камеру, можно было видеть, как я вот так, типа, полотенца сколько-то выкинула. Ну, ничего, все мы такие немножечко свиньи. Спасибо. А еще, зато, вот знаете, как удобно? Я всегда ложу, кладу, не знаю, как правильно, рядом с диваном, чтобы проснуться и попить. Вот попить, это, я считаю, очень важно. Там дальше еще перестать, там вот хороший вопрос есть, на самом деле. Ясно. Она уже просто на 50-х комнат, а я ей первую на 20-ти сдала. Как? Ага, я потеряла, нашла. Как выглядит твое идеальное развлечение? Для меня идеальное развлечение, могу даже сказать, идеальный день. Просто приятное времяпровождение, а для меня приятное времяпровождение зависит от компании, в которой я нахожусь. Самое главное, чтобы были вот рядом со мной приятные люди, но даже если не очень приятные, я вот ее очень люблю. Я всегда рада с ней проводить время, и для меня это реально очень важно именно взаимоотношение с людьми. А если говорить про развлечения, так мило, то, не знаю, мне нравится на каток ходить, вот да. Все, я говорила? Ну да. Вот, интересный вопрос очень. Такой философский. Давай. Самый худший полученный подарок и самый худший подарок. На самом деле прикольно было. Самый худший подарок, я даже не знаю. Подумай. Давай. Я могу сказать, самый худший подарок. Ну давай. Тебе, наверное. Какой? Короче, один раз у Насти был день рождения, пошла выбирать подарок. И мне что-то ничего в голову. Я поняла, что-то. Я уже это говорила. Да, мне что-то ничего в голову не пришло. Я просто шла в ритуале и купила обычный набор, что-то. Ну, он, кстати, нормально стоил, но просто, типа, знаете, подарок без души. Для меня это было самое худшее. Еще я Ане недавно подарила, там, тоже такой себе подарок, если честно. Но я старалась. Ну, а тебе самый худший подарок? Ну, давай из моих убирай. Ну, чтобы кому-то там было обидно. Ну, вспоминаем. Как бы, да. Ну, кольцо она мне дарила. Не знаю, у тебя нормально все. На самом деле для меня одновременно и худший, и лучший подарок это деньги. Потому что, как бы, даришь без души, но нужно. Самый странный сон, который ты видела. Там, по-другому, я вообще не делала немножечко. Нет, давай. Ой, у меня все время сны. Сегодня, вот, например, я мышей случайно убивала. Я не хотела их убивать. Ты, кстати, убивала мышей. Я тебе не рассказывала? Короче, у нас на даче, когда ты приезжаешь с зимы, то могут в домике быть мышиные, типа, отходы. Вот, но в домике у нас не было их. То есть они как туда не заползают. Но обычно заползают в дачи чужие, но к нам нет. У нас что-то там, видимо, не нравится им. Еды нет, видимо. Вот. И, короче, они у нас обычно водятся просто по территории, то есть бегают. И я вот, в общем, приезжая на дачу, поднимаю там сено, типа, которая, трава засохшая, поднимаю, короче, а там просто вот так в разные стороны мыши, маленькие мышонки разбегаются, а у меня в руках лопата. И я давай их там херачить, такая, вот так. Ну, чтоб, да, удачи мне здесь забежали. Ну, и, короче, я вообще считаю, я молодец. Ну, отвечай на вопрос. Один раз в жизни, наверное, крысуру у меня. И рядом с Тао бегают. Прям толпой. Реально. Ммм, все время иду домой, вижу вот это зрелище. Больше не идим. Вау. Ну, отвечай на вопрос. А, самый странный сон. Да я не знаю, у меня все время сны снятся. Про маньяков, то, что меня украдут, еще что-то в этом духе, то, призраки какие-то. Вот сегодня я хотела спасти мышей, а они у меня случайно выпадали из рук и умирали. Ну, что это такое? Что это значит? Может, кто-то разбирается? Все сны странные. Я вспомнила. Один раз мне приснился сон, то, что у меня рассыпались бусы, вот эти по бусинкам, а мне их только подарили. И я залезла под машину их собирать. И выходит Дед Мороз, ненастоящий, то есть мужик переодетый Дед Мороз, а он был маньяком, он крал детей. И рядом стояли мама с папой, говорили, что я им не нужна. Я сидела под этой машиной и думала, что он меня сейчас крадет. Вот этот Дед Мороз. Наверное, это самое странное. В общем, все. Вот такой у нас вопрос-ответ получился. Если вам понравилось такое, то мы можем прям снять отдельное видео, где будем отвечать на вопросики. Только прям подготовимся, типа, сделаем красиво все, и будем вставать. Я считаю красиво, я даже убрала. Ну, как бы. Ну, да. В общем, пишите, если вам понравилось, мы можем снять еще такое видео. Что мысли сложно формулировать сегодня. Да. Мы вернемся к вам чуть попозже, когда приедут волосы, скорее всего. А тебе звонили, кстати? Ну, что ты, что я вам скажу? В общем, у Ластюхи сомался домофон, поэтому мы идем в тапочках, в носках по подъезду. Сейчас поедем на лифте. Мне кажется, он, на самом деле, сошел. Да. Мне кажется, он сейчас приедет, на самом-то деле. Да, мне кажется, я подожду. Вот он сейчас. Здрасте. Это вам. Стой, Южен. Спасибо. Хорошего вам дня. В общем, у нас вот такой вот пик. НИЧОК получается. Короче, мы смотрели клаустрофовый квест Москва в Москве. Скажу так. Если вы еще не видели такой ужас, то, наверное, я посоветую вам посмотреть, потому что поворот событий под конец немножечко удивительный получился. Я бы поставила 8, 9 из 10. В принципе, прикольно. Но это настолько реально... Я погрузилась, как будто бы я там нахожусь. Мы переживали с Настюхой. Все. Все. Да. Страшно никому. Да. Ну, типа... Ну, типа не страшно захватываешь. Не страшно, а переживаешь за героя, да. Сиф. Спасибо за внимание. Продолжение следует...